Вот, а вот я теперь вас немножечко так это самое, вот смотрите, мне так нравится, я был, я много садов обследовал, почему Константинович у меня дерево болеет, это по моим рукам сделано, я все делаю правильно, вот это тоже специальное хозяйство, это человек взял, там то ли сироп, там то ли квас, сколько он зря убил насекомых, вы думаете тут одни вредители, или вот эта бутылка спасла дерево, ее садовод своими руками загубил это дерево, вы не только смотрите на этот пенечек, вы посмотрите, когда он резал, а это нормальная яблоня, у нас они не погибают никогда, если к ней не подходить секатором, никогда яблони наши не погибают, вообще, их убивают, я когда сказал, что пошла вот эта эпидемия рака, она же сразу уничтожила все вот такие деревья, вот раз и пошло, посмотрите сюда, ну человек это у него, и вот когда у него заболело дерево, на него набросились насекомые, а он их давай, это самое, убивать теперь насекомых, ты дерево оставь в покое, это я одному из своих этих знакомых говорил, оставь ты дерево в покое, ведь это же фотография вопиет, был Мичурин, Мичурину повезло, что власть сменилась, хотя многие считают, что зря меняли, власть шила на мыло, вот, царедворцев на большевиков, кстати, не считали бы людей за быдло, и не было бы никакой в 1917 году революции, везде, где людей держат за быдло, везде случаются революции, так вот, скажите государю, что англичан, ружья, вспоминайте, ружья кирпичом не чистят, пусть чтобы и у нас не чистили, а то храни бог войны, а не стрелять не годятся, внятно выговорил левша, перекрестился и умер, следующее я помру, вот, ну скажите вы государю, кто-нибудь, ну ведь это же вопиет как, скажите уже белорусскому государю, он сам говорит, что я диктатор, он уже так иронично говорит, ну считайте меня диктатором, я диктатор, вот, Путин диктатор, ну скажите вы им, что это, не получилось у этого, у, это же Ломоносов эту фразу сделал нам, как сказать, вот, мы же войну проигрывали, у нас людей убивали, потому что наши ружья это, так и тут, мы сады убиваем, друзья мои, ну скажите вы кто-нибудь государю, это уже меня не будет, когда на свете, когда где-то дойдет до них, вот, что это то же самое, вот, доведи они левшины слова в свое время до государя, в Крыму, это из-за того, что кирпичом портим ружья, в Крыму на войне, если принять, то был бы другой оборот, конечно, на одного, у этого, их не убитого, 10 наших было, опять же классик, ведь придумать такую подлость невероятную, но он на том свете, на фамилии не назвал, летние образки в июне июле, просыпаются почки, уходят в зиму набухшими или с маленькими листиками и погибают, ну что до сих пор не разглядели, я специально вам показал прогноз, март месяц до минус 13, март, не зима, что вы творите, разве можно, это же, взяли еще раз, он уже это самое, как сказать, я не знаю, жив он или нет, он классик, потому что, раз фамилия часто попадается, значит классик, 37 года рождения, на 13 лет у меня старше, мне 67, начнем где-то за 80, может он живой, может нет, фамилию не называю, ну если живой, ну не успеет же и никогда не откажется от этого, а, может быть не знаю, может Антон Валерьевич вырежем этот кусок, да отправим Лукашенко, вот пожалуйста, вот это классика есть, это вот он 19 века и пошел, 20, 21, видели, вы это да, вы не спорьте, это же классический, видели, я уже не буду подробно, что творят, вот, а если столько снега, погибает целиком, вот как должен, вот-вот-вот-вот-вот-вот, вот как должен быть, а знаете, как они с ними обращаются, вот примерно так, это двухлетка, первый год посадил, а он же жалкий, несчастный, и дает мелкие листочки, и дает мелкие побеги, приходит второй год, вот он раз, и попер в рост, а потом смотрит, что-то они не плодоносят, а что им плодоносят, да они же это, мелкие были, и давай вот так, нету, дерево, вот, это здоровое дерево, пусть пересаживает, а это и здоровое сделать коллегу, а потом начинается, плакованные, плакованные, сколько раз повторял, еще когда я добрался, вы знаете, добрался-то как, я вначале, вот это же, вот так же, вот это, ты-ты-ты-ты-ты-ты, обрезка, и дальше моя фотография украденная, да, помните, я вам показываю, неудобно повторять, вот, или покажу ниже, не помню уже, вот, общие принципы обрезки, 21 век, 2019 год, и опять придут к вам аспиранты, подрабатывающие с нищенской зарплаты, и опять придут к вам количество деревьев, вы посмотрите, сколько стрелок, вы посмотрите, что все это надо уничтожить, а они, я те же самые, ой, говорить не могу, это я повторяю, извините, но так, чтобы журнал, который себя считает научно-популярным, вот такое вот подлость придумать, это уже слов нет, это я вам показывал, в натуре, изувечил, в зиму фотографии прислал, а база, вот она, это самое, искалеченный штамп, типа, зачем ждать, когда лопнет каран, заранее ее изувечим, раз, вот, штамп сделали, два, что получили, ведь это не просто еще не осень, не, ребята, вот, это просто столько на нем листьев, все, это коллег из коллег, это все из-за этого, это еще лучшее, заметьте, лучшее, я сфотографировал, вот, а это те же феи, кто их просил штамп делать, ведь у людей вбитом в башку, что должен быть штамп, у привитого дерева, ну, Белоруссия, а, гракун или гракун, не могу запомнить, надо, чтобы вы запомнили, не могу ему простить, вот это вот, ну, если написал, что годится для садоводов любителей, ну, напечатай ты книгу, тем более он написал, что белорусским это надо, да, вот, ну, напечатай, да, что я выслал-то, дел, дел, что этот, гракун, все, я еще не все показал, я сейчас не буду разбираться по-серьезному, гракун, да, вот он, вот, думаете, все, я, это, я вам фигу покажу, вернее, какую фигу им показывают ваши же садоводы, вам, ладно, идем дальше, итак, это Белоруссия, я вам уже рассказывал и ролик видели, вот, это мой сад, ранний Железов, вот так вот делал, проходит время, думаю, ну, все зарастет, ага, заросло, а? Ну, вы скажете, Сибирь, конечно, вы правы, это, гракун, гракун, опять забыл, вы правы, что вот это вот не надо отрезать, у вас Сибирь, а у нас пройдет, а вы когда вишневые сады восстановите, тогда и поговорим, ну, нафиг, вот смотрите, одна, раз, два, три, четыре, пять, шесть, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, вот скажите мне на милость, да, тут он уже Чемальский, тут он победитель, вот, а это самое, ну, по-разному называется, да, значит, у меня такой фотографии нет, у меня вообще нет ни одного абрикоса Байкала, вот так, мне проще быть объективным, вот, кто у кого фотографии украл, это я вам сейчас для разминки говорю, кто у кого украл фотографию, а, смотреть в глаза, а мне говорят, да, это, короче, этих, не так, наворовали фотографии, это только одна, я первый уже выбрал, вот дальше не лез, нет времени, ну, пойдем дальше, поняли, да, вот он и сохраняет наследие, вот они сохраняют, ладно, вот эта фотография уже моя, это Серафим, намечательный сорт, как видите, фирма Венников не вяжет, вот, попробуйте сказать, что не моя, да, наверное, Антон Валерьевич, потом вторая половина разговора все-таки пойдет уже ответы дальше на вопросы, но раз уж разговаривался, смотрите, заканчиваю с белорусами, и так, я беру свою фотографию, нахожу, я просто набрал абрикосы Железова, и вот нажал на эту, высветило, а здесь, смотрите, это я вас учу, другие размеры и так далее, и когда я открыл, вы знаете, вы представляете, я открыл, не хотел, не думал, а я-то готовлю этот, просто ответы на вопрос, выращивание абрикосов в Беларуси, если я, вот он, видите, если вы выращиваете абрикосы в Беларуси, зачем вам фотография Сибири, ведь вы же сказали, что вам сибирский опыт не нужен, зачем было воровать мою фотографию, а скажите, что это не моя, у этого питомника конкретного, нет своих абрикосов, иначе зачем вам фотография моего, в Беларуси присвоили мои фотографии, идем дальше, внимание, друзья мои, если это все-таки в вашем саду сделано, господа, с этого питомника, то скажите на милость, абрикос в память Шевчука, абрикос в память Шевчука, одна и та же фотография, кто у кого украл, она, она, кто у кого украл, а, смотреть в глаза, значит, не было абрикосов, которые можно было сфотографировать, идем дальше, а что-то я тут вижу трём в северный, и два плодика, ну почему не 500 или 1000, как у меня, ну хотя бы два, вы у себя сфотографируете, нет, а эти что, трём в северный, приехали к вам, это, украсть, сделать тайком фотографию ночью со вспышкой, да, еще не все, а ведь, заметьте, я не выбирал, они подряд идут, а где-то я знаходку только сейчас видел, а, это еще не все, это, у меня память плохая, зрительная, вот, знаходка, о, кто у кого украл, круг замкнулся, это еще не все, это я, так сказать, просто торопился, некогда мне было, но, имеет это отношение к садоводству, конечно, имеет, наш главный защитник, а, здорово, и о нем поговорим, все, не могу не остановиться еще раз, абрикос манчжурский, фотография моя, продают, ясно, что южная, ясно, что это, может быть, Молдавия, обычное Молдавание самое активное, и у нас в Сибири, и эти, в Узбеке, 800 рублей, у Сергея можно, это, выторговать за 200-300, ну, если приличный этот, ну, или чуть дороже, если там 1, 2, 3 саженца, вот, саженца, а здесь 800, опять моя фотография, если эта фотография сделана с Патриарха, давно, вон она, линейка, без обмана, с Патриарха, то вот эта фотография сделана с сына Патриарха, я их так называю, сыновья, вот, ну, так как фотография более яркая, он уже стоит 1200, ну, сравните с Сергеем, ими 300-400, но, тем не менее, боюсь, что продать не сможет, так, вот это вот, опять упрек, к тому же самому белорусскому замминистра, почему, помните, я вам показывал, где, а второй раз уже нет, ну, ладно, я показывал вам, как они деревья приговорили, там, ну, 9 вариантов ветки отрезать, все лишние якобы, вот, и они же умудрились, я же ничего не выдумал, это та, темирезовская академия, вот, назвали мою абрикос, это моя еще одна, одна фотография, успех, вот, и продает саженцы, спасибо, молодцы, я их жалел, не называл, как их, ну, я уже не могу иначе, я должен был вот так вот делать фотографии, чтобы вы не видели, жалко их, уже и Безнац Путин их уже закрывал, вот, их-то жалко, но эти работы-то надо учиться-то самим, если бы сейчас там появилась молодежка, это инициативная группа, будем работать по железу, дайте нам шанс, мы тут такого натворим, вот, и Москва покроется абрикосами, а не вот эти, полтора десятка полживых, от темирезов, кстати, вот, ну, тут я еще недавно выступал, в гостевой есть фильм небольшой, 20 минутный, дело в том, что у нас город выделил деньги на озеленение, а я не участвую в этом, я сказал, давайте я вам прочту короткую лекцию, и прочитал, и в основе лекции лежало вот это, Боднер, вы его уже знаете, многие, благодаря мне, это его пятиэтажка, это абрикосы в этом году, о, в 2018 году, вот, видели, вот так вот, так, ну, интересную тему я уже пропускаю, какой у вас должны быть сады, вот такие смешанные, мне говорят, а как с дикоросами-то, а можно ли садить, а можно, ну, пропущу я эту тему, значит, так, получил письмо на него, обещал дать ответ, говорю, так, вы слышали, знаете, про питомник растений в Саногорске, знаю, сегодня по новостям передавали, а, кстати, откуда письмо-то, они уже в Саногорске, или это, ну, видимо, при Долохакасе, что власти хотят его сдавать в аренду, на 20 тысяч в месяц как-то дорого, в год получается 240 тысяч, учитывая, что многие из деревьев растут долго, то первые годы убытки, уже посчитал правильно, вот, какие виды деревьев растут, из новостей я слышал, что орехманжурский, бархат, амурский, голубоели, да, вот, и орехманжурский, бархатский, голубоели, они все представляют ценность, первые два, это уже 100% лечебная, голубоели, корсеты неописуемые, я это в снимках делал 10 лет назад, да, я знаю этот участок, он муниципальный, да, они, конечно, вот, понимаете, нужно многим покланяться тому, и еще бы и приплатить им, чтобы он его взял, а то в аренду платит 20 тысяч, за что, вот, и я поехал, я отвечаю, да мы человеку, но я хочу, чтобы вы знали, это наша действительность, это по всей России так, вот это вход, туда давно не ступал многочек, там уже украсть нечего, вот это вот, соседи, это как бы сказать, показаться, рядом майный поселок, вот, вот это вот речка, очень живописное место, вы бы поинтересовались, я вам отвечаю быстро, вот это Сергей стоит, который сказал, мне не потянуть, вот, и никому, кстати, не потянуть, вот я был бы миллионером, я бы его взял, посмотрите, как красиво, река, рыбалка, река незамерзающая, вот, и коросы, мешает, не мешает, ранетки, мешает, не мешает, вот, голубой ели, тут можжевельники, вот, тут вигел, я любовался цветущими, ну, вот такая разруха, все как у нас положено, вот эта разруха, вот это погреб, в котором мы когда-то хранились, тысячи, этих самых, саженцев, весь город ими украсили, вот, это все я сфотографировал, и говорю, ребята, был бы миллионером, это лучшее место, здесь не бывает 40 градусов мороза, здесь нет ветров, здесь красотища необыкновенная, вот, только для миллионера, кому это, до кого несколько миллионов, ничего не стоит, потому что это все надо теперь обихаживать, вот я ответил, вздохнул, съездил, выполнил ваши поручения, вы спросили, я ответил, это муниципальное, бывшее предприятие, его надо выкупать, вот, и никто не, коровую дорожку вам не положит, и скажет, возьмите, мы еще приплатим, только бы эту красоту восстановить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!